Привет, меня зовут Сумар, а в этом видео будет много высоких технологий, иностранного колорита, экзотических пейзажей, экзотических людей, потому что в этом видео мы идем на экстра всемирную выставку, посвященную энергетике, новому способу добычи энергии и прочим, малоинтересным, но интересно выглядящим штукам, и проходит на вас это небо. Поехали! Сегодня 21 мая, последний раз мы гуляли по Астане ровно месяц назад, и вот мы снова здесь, и сейчас мы настоящие украинские каченники Казахстана, потому что мы ходим под рюкзаками, и нам так качевать еще до вечера, зато можно кататься в таких прикольных лавочках. И-е-е-е, лавочка катится! А, черт, нет, она так не катится. Некоторые инсталляции на водно-зеленом бульваре в Астане, выставленные к экспо, заставляют вспомнить фильм, о чем говорят мужчины, и сцену про туалет в музее современной культуры, то есть непонятно, это туалет не работает, или это инсталляция под названием туалет не работает. Вот здесь также, здесь гамак. Вот думаешь, это гамак, просто гамак, можно полежать. А нет, эта инсталляция называется гамак. Или вот там стоит сундук, в сундуке лежат пустые бочки и строительный мусор. Думаешь, это просто рабочие скидки для строительного мусора, это инсталляция, строительный мусор в сундуке. Непонятно. Мораль этой сказки, любую кучу хлама, что угодно сделанное из веток, цепочек и досок можно выдать за арт-объекты и инсталляцию Сама сайти, ты посмотри какой здесь глубокий смысл Ой-ой-ой Ой-ой-ой Концерт Да-а-а Концепт Нами еще раз просили сфотографироваться и я думаю, что в условиях всего этого происходящего вокруг, это Nomad Energy, это Экспо, нам можно просто где-то сесть, поставить рядом рюкзаки, достать ноуты, сделать табличку Modern Digital Nomads написать красивый, глубокомыслый копирайтерский текст и сидеть здесь как объекты Экспо, может даже шапку кину и деньги за это получать, я не знаю А почему бы и нет концепт, вот стоит же какая-то непонятная фигня стоит, чем мы хуже Да Какая-то часть комбайна Ага, непонятно Что это? Как будто лошадь 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 разглядеть Ага, лошади Лошадь Лошадь Я вообще вижу комбайн Не, ну если вот так вот сбоку посмотреть, то похоже Лошадь Значит почитать что-то Да-да-да А так, что на Умпу А тут другая музычка Подночно занесло пригороды Астаны, как нам говорят в типичную казахскую деревню, да? Да Сейчас мы идем мимо шикарного заката, я не знаю видит ли эта камера, но здесь очень красиво И спасибо товарищу Астану за то, что зашел нам где переночевать, и нам еще три камеры по дороге Или нет А нет, да На четвертый визит в Казахстан наконец-то Умыс Мы доросли до этого Вкусно вообще Да, и большое спасибо нашим новым казахским друзьям за то, что нам ездили ночевать, за то, что мы не ночуем в парке в Астане Да, добро пожаловать Спасибо 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 за то, что мы Сегодня у нас ролевые игры в Астане Мы будем отыгрывать двух украинских туристов, которые приехали в столицу специально на экспо Шли для этого пешком, ехали стопом, превозмогали и все такое Потому что первый канал попросил нас сняться в репортаже о иностранных туристах, езжающих на экспо Поэтому мы несем свои рюкзачки Конечно, в них нифига нет крылеспальников, потому что таскаться с тяжеленным рюкзаком в один интервью нет, спасибо И сейчас нас от Казмедиа повезут на машине на экспо И будут задавать глупые вопросы, например А вы давно готовились к тому, чтобы поехать на экспо из Украины? Так выбьют билет на экспо, а так выбьют кассы на экспо И сейчас мы пойдем на это самое экспо смотреть, что оно из себя представляет Мы снимаем на экспо, нас снимают на экспо Субтитры делал DimaTorzok Маги Торзок Маги Торзок Маги Торзок Маги Торзок Маги Торзок Майна технологии Все, что представлено в родном украинском павильоне Это коллекторная основа с толщиной энергии Сделанная в родном городе Харькове На родном Московском проспекте Вот и все, как-то даже немножко обидно, маловатом Ну да, фоточка из Пирогова Сейчас подоходимся в африканском павильоне Там снаружи стучат в барабаны какие-то веселые африканские Я думаю, студенты или волонтеры А здесь стоят свеки картонные жирафики И я был не прав, очередь здесь есть не везде Очереди есть только там, где проводятся экскурсии Где есть лимит на время прохода То есть в районах, например, Кореи и Сингапура Здесь ты просто заходишь, просто гуляешь, смотришь, фоткаешься И идешь гулять дальше А на державу действительно обидно Потому что Украина пока что один из самых бедных районов, что я здесь видел Как может выглядеть по декорациям, этот бельон Индии? А у индусов такой себе хай-тек, хай-тек здесь Парел Малайзии Очень много изделений, очень много экранов. Вау! Здесь первый зал нашего павильона. И там есть второй зал. И во втором зале был главный показ. И пока начинается следующий главный показ. Здесь наслаждайтесь. И видео, три видео, и экспонаты. Спасибо. Так, и у нас кем-то приоритетов можно, ладно, есть гигантский боевых роботов и потемонов. На шкале с котами. Сзади есть QR-код, чтобы загородить наше приоритет. И потом или на телефоне просто напишите. Сейчас мы будем как-то смешать образацию для Японии. Я не знаю как. что-то. Компания и смешать что-то заинтересовало. Они не могут 楊. Их они не могут и не могут и не их ся. Давайте начнём. Три, два, один. Давайте. Надо быстро, быстро. Быстро убираем СО из японской земли, быстро убираем СО. Вот так мы очищаем землю Японии от СО. Франк тестирующая виртуальная реальность. Совсем же интересно. В рельоне Талли сочетаются машины Da Vinci. Стена с телевизорами. И вот такой вот хай-тек двуххожелезного человека. Когда ты подходишь. Чао. Здравствуйте. Привет. Вам бы хотелось жить в мире, в котором все наши действия обладают волевым уровнем выбросов на локальном уровне. Начиная от дома и заканчивая. Да. Здравствуйте. Для энергии будущего требуются инновационные идеи и возможности их воплощения. Но по всё более даимозвянным не блокнотированным... То, что в местных кафе продаётся под названием ромэн и стоит 100 скинь ешь на нашу книгу, примерно 60 гривен, на самом деле, вот это. Покушенный винт еще, потому что остальное все здесь стоит на много больше. Мы отселяли видео в китайском пабельоне, сейчас будем снимать на травке под рюкзачками, как будто мы только приехали на Экспо. Съемки с первым каналом меня приятно удивили, они спрашивали в основном не про Казахстан, не про Экспо, не про Астану, а именно про наши поездки, как мы добирались, как мы путешествуем, сколько машин, как будто я считаю. И в целом мы провели час очень приятно, я еще жду, как они все смонтируют, ждут ссылочку, я надеюсь, что там будет достойный репортажек, но я лично время провел весело. Ну и да, мы прошли без очереди в китайский павильон, который очень хай-тек. Еще один очень крутой павильон, это азербайджанский, здесь много таких интроактивных кафе штук, например, вот такие вот контейнеры с нефтью. Теросин. А, он должен засовываться обратно, он не засовывается. Вот так это работает. Не хочется. А здесь можно потыкать на карте в разные места Азербайджана и узнать, какая там скорость света, например, в Баку. А в следующей комнате у нас ковер. Большой ковер. Большой ковер. Сейчас мы строили самые упоротые на Исламе Силы Мунтик за все экспо, и это было в тайском павильоне. Шри-Ланга. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делает новое видео Пока!